как вы поняли по аватарке сегодня конечно необычный выпуск ну как необычный он вообще такого теоретически случиться не могло но это случилось потому что у меня в гостях молодой так сказать в кавычках блогер да у которого сейчас только-только недавно появился свой канал подчеркиваю это слово свой они да а не чужой поэтому он называется очень просто зона лазерсона ссылочку вы увидите в описании если вдруг вы хотя навряд ли у меня на раесте люди которые не подписаны на илью исакоча если нет обязательно подпишитесь так как новый год и вообще люди значит просят что-то быстрое что-то вкусное и запах свежесваренных яиц ассоциируется у большинства российских жителей с плацкартным вагоном но не только если не говорить про плацкартный вагон тогда про новый год у меня например я хоть и не я хоть и младше чем ты но у меня с красноярского моего детства всегда яйца ни один новый год без яиц не у нас с тобой яйца это одинаковые конечно возраст здесь не ты про форму да и мы повара с яйцами а как же конечно я шел к тебе и я все время хотят сказать инвалид где мои где мои яйца где мои яйца я репетировал в метро сегодня ехал эту фразу где мои яйца вот как я узнаю когда сериал кухня в повторе это вот когда мне пишут где мои яйца я же заготовил как раз домашняя заготовка была да одна будет закуска килька яйца вкусный зерновой хлеб редиска и зеленый лучок одна закуска будет омлетные блинчики огурец и копченый лосось а третье будет фаршированные яйца консервированный тунец каперсы и маринованный лук может даже я все понял да все тоже должны сейчас все понять а экрана всякий случай я думаю что все-таки это новогодний такой ингредиент и мы потом подумаем может быть или эти украсим с рыбкой или ну в общем значит задача номер один раз ты в гостях значит вот терочка для того чтобы нашинковать куда-то отслайсировать отслайсировать редисочку да да покрути вот этот маховичок посмотри чего и как я значит лук колечками для маринада нарежу ножом потоньше почему маринованный потому что я например всегда пропагандирую тот факт что сырой лук не для всех случаев жизни подходит а маринованный для всех поел и от тебя луком не прет мы сделаем заготовки пока для разных для разных блюд чтобы зрители не запутались а потом по очереди соберем и покажем в чем я могу сделать грязную работу почистить кильку это великолепно но тогда нужно сделать будет так показать повнимательнее как это происходит потому что в этом есть но у меня своя методика методика при так как ты не 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 ты покажи свою я да как бы ну я сначала отбрываю голову убираю вместе с головой внутренности потом пальчиком провожу по животику всякой кильке всегда приятно провести пальчиком по животик знаешь наш анекдот про тюльку и кильку нет ну когда встречается тюлька и килька в море тюлька говорит кильке привет килька я вообще-то уже не килька я вышла замуж за японца теперь и в оси а только говорит я вообще-то тоже уже не тюлька я вышла замуж за еврея теперь я мой вам ну я вот так раскрываю в руку просто руками вырубаю хребет вот она да да куда мне клай она и вот так вот так пока и как вы уже заметили я недавно был в таллине и вот это прям из стали наталья килька пряного посола значит я лучок мариную таким образом уксус я привык к тому что у меня нет обычного уксуса у меня есть фельдиперсовый рисовый вот так я я апологет например рисового уксуса потому что из-за его низкой кислотности с ним тяжелее ошибаться совершенно верно или процента немножко соли немножко даже глаза сузились от того что я использую азиатский рисовый уксус между прочим но если никому не говорить что он азиатский никто по вкусу не определяет его что конечно же уксус и уксус и водички сюда немножко добавлю каперсы значит пока чистишь я тогда с этого края начну тунец консервированный продаются повсюду вообще не надо заморачиваться с тем чтобы найти там или говорить что это какой-то невероятный продукт я не знаю сколько в мире тунца его же делают не из там блюфина да не ела уфина это же какой-то сардины сар скумбрии видный тунец подобный до подобный потому что его так много чем заменить каперсы побегами настурции вкус каперсы между прочим почки настурции тоже маринованный огурчик будет лучшим другом тунца если нет каперсов желток я отправляю вот сюда к тунцу а вот эти чашечки оставляю одна порвалась вот руки-крюки близко к стенке желток лежит соответственно я сейчас вот так вот ложкой буду помогать желток мы никуда не деваем мы знаем что его нужно обязательно отправить туда в смесь у это хорошо будет до тунчик я взял в масле просто обычный консервированный тунчик сюда я добавляю размятый желток для того чтобы безотходное производство получилось и капорцы как говорили луком будем украшать или внутрь пойдет украшать будем луком луком все желто такая коричневая масса на что похоже на что в штатах есть такое блюдо называется double baked potatoes дважды запеченная картошка сначала картошка запекается духовку целиком потом пополам пока она горячая сняли из нее вынули из нее серединку оставили лодочки вот такие же в эту картошку тунец каперсы можно сырое яйцо начинили половинки и снова запекаем духовку дважды запеченная картошка кстати тоже но это горячее блюдо это не совсем новогодняя это конечно абсолютно новогодняя история я всегда говорю дорогие друзья с новым г и с рождеством хай перчик обязательно я очень поклонник черного перца всегда говорю фарш особенно то пельмены или какой-то побольше 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 я прям обожаю туда она не нравится вот азиатская концепция есть перечных соусов на черный перец и соусы очень вкусная штука именно на черном перце шикарный вкус шикарный масло оливковое да или или виноградное это трюфельная ой да это слишком было бы круто я чуть-чуть я вообще оливковое редко когда использую потому что мне кажется что она в какой-то момент времени мне не понравилось как она поменяла вкус одного блюда использую там вот где она прям нужно нужно во всевозможных средиземноморских рецептах или прям конкретно в итальянских пасту итальянскую делаешь ну да надо то и дело конечно обязательно а здесь я маслица чуть лет для вязкости руту такой ну там лучше будет формоваться пластичный будет так все ну так а как ты думаешь вот ясно что эту начинку можно сделать ну или до начинить яйца с утра же можно 31 числа они ведь доживут в холодильнике до до новогодней ночи верно там ну день продирать мне кажется не доживут их сожрет кто-нибудь обязательно залезет вот кто как-то горюшь в холодильник выпила сосиску выпила сосиску да я не ем после 6 запах будет конечно в холодильнике вот этот вот на самом если разобраться вот этот серный запах это вот как будто кто-то пукнул да но для людей он каким каким-то чудесным является мне больше серный запах знаешь у чего и вот у чего да вот у четверговой соли между прочим тоже есть такой учитывая тоже четверговый черный соль вот она серой всего два рода мне отдает но мне это кайфово вот помидорчик посыпал добавил добавил да а в индии бывал нет вот они что повсюду арбуз на улицах очищают кусками режут и вот этой своей солью розовой посыпают тоже сертов запах такой серный в общем катаем шарики квадратики треугольники кому как нравится начиняем яйца да ребят я считаю что у кого есть тяга к очень тонким движением у кого хорошая моторика можно и перепели на яйца запариться дюжбара это пельмешки это новогодняя дюжбара блин из тунца так это значит мы пока здесь вставляем скрепить его и может быть даже незаметно называется социалистический реализм в это яйцо и будет незаметно то что она это на это нормальное явление для лица стенка тонкая видишь поэтому у белка тут ничего видно не будет давайте так сделать поставим на ближе к яйцам и ты и есть к этим как социалистический реализм как человека у которого нет одного уха снять чтобы в реализм его снимут как есть а то ассоциалистический реализм вот и все отлично две пары яиц у нас сегодня победил бык значит анекдот да нет ну когда корида япония испания ресторанчик возле стадиона мужчина заходит яйца в меню ему приносит жареные яйца он съел нормально следующий день приходит опять я понравилось яйца на следующий день мы уже маленькие приносит вчера были большие сегодня маленькие сегодня бык победил кто побежден этого яйца жарит все долго там держать не надо этот лук его нужно всего лишь обвалять в этой так скажем уксусно-соляной водицы чтобы промыть вот как говорят и все а дальше я почему пинцетом потому что удобнее руками там лазить ну конечно сама я всегда говорю тем кто там как-то за мной наблюдает что это мне подобный пинцет мне дарит всегда потолго она там и кто-то верит даже это кулинарные пинцеты очень удобная вещь вот переворачивание стейков тогда да да украшений каких-то закуска называется два вида лука или называется гуд лук это как гуд лук дважды приготовлен трижды приготовленная свинина до в китайском в китайской кухне есть у нас двойное использование лука и конечно же что у нас тут но маслом каким-нибудь плесните и зеленым не буду у неё бутылка пошла оливковая да все таки но это уже перед подачей к столу когда да если там заготовочка сделать в холодильник под пленкой потом под пленку потом перед подачей маслицем как раз заблестит ли да под пленку обязательно иначе в посереет полезно яйца мажу оливковым маслом они всегда у меня блестят уже прочим совершенно верно для фотографии очень красиво следующий значит вот такая закуская у нас беру вот сюда я втихаря сожрать просто я буду делать вид что я посуду мою я стану так спиной и буду есть ты мне можешь поручить значит василий подготовить а я сейчас посмотрю как ты будешь делать кильку потому что я пока не понимаю как ну то хлебе и может у меня возникла сейчас одна идея так вот яйца хлеб ты как-то набора будешь убязать корку нет 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 это такое должен быть как смирю броды то есть сюда конечно и огурца бы добавить неплохо было бы я думаю что так и сделаем свежести какой-то кильки вот скандинавской при так сказать привернуть эстония славится своими как раз бутербродиками с килькой правильно совершенно верно это закуска конечно шикарная я поэтому когда размышлял я как раз сейчас на фоне эстонских так сказать путешествий я тоже когда добавит возвращаюсь откуда откуда-нибудь я пытаюсь какое-нибудь блюдо сделать по следам до своего пребывания в стране ну потому что это интересно но при всем бредом там посетили большое количество всяких пафосных ресторанов не все конечно понравилось но когда вот жена тещи звонила она спрашиваете по ну что как она говорит но есть одно местечко в таллине в которой мы ходили каждый божий день и даже говорит вася сказал о том что я говорю девочки это на плохо говорит по-русски игры вы ну понимаешь что такое мишлен от конец она продает еду я сейчас но объясню что за еда я говорю мишлен это вот некая компания там дают звезды потому что гиды догадали на на полу английском полу русском чтобы она и она и русский понимает английский в итоге она такая типа а поняла я говорю вот тебе если мишлен придет в эстонию он пока еще не дожил дадут одну звезду это уличная палатка и там продают такая сковорода с углублениями они оладушки а знаю яичного типа да они как чуть-чуть надуваются дрожжевое тесто обычное сладкое с ванилью тесто блин это вкусно они сгущенка поливают и они называют это малиновое варенье но это не малиновое варенье замороженную малину с сахаром просто перетирают она же вкусная мы каждый божий день в ратуши там есть ресторанчик где подают лосиную похлебку в таллине она становится с каждым годом все хуже и хуже почему-то но она есть и там прикол в том что в этом заведении лось болеет его отрезаем похлебка из фарша из лосиного знаешь густая как болонеза только чуть пожиже но все на густо там продаются слоеные пирожки по мане когда-то стоили 1 евро за пирожок там типа с дичью они неплохие кстати но прикол в том что в этом заведении стоит бочка прямо в зале так а в нее спрятано уже сосуд который охлаждаемый холодильник спрятан внутри и в этом сосуде находится соленые огурцы вашего и как у нас и вот такая вилка кованая рядом лежит и те кто знает про эту бочку могут подойти этой вилкой значит наколоть огурец другой 3 в общем на халяву там его можно брать эти огурцы сколько хочешь и вот с бодунца туда прийти этой похлебки пусть она уже становится хуже но она ничего еще и вот такой огурец похрустеть тихаря это шикарно вот в таллине добавим сюда на слайсере да тоненько тоже да о запах у кильки божественный мне кажется что немногие поймут вот этот вкус кильки пряного басола немногие национальности я имею ввиду она такая очень нежная бы я немножко даже нарушал ее целостность пальцами вот наше бывает килька балтийская наших производит она такая более плотная и такая менее деформируемая так что ты сейчас сам уже собирай сэндвич поскольку я могу что-то не так взять у меня а мне есть одна идея кстати если попробовать до поделись давай вот это классно слушай не все свинок держат не всем надо опаливать свинок горелкой у меня у тебя у меня все уже сверли я вижу так а все куплю туда уже есть я просто говорю всегда я про нашим зрителям про зрителей говорю а такое количество комментов мы купили горелку спасибо вам огромное открылись для нас это несомненно полезная вещь даже вот курицу опалить горелкой перед тушку знаешь я не буду там уже про крем-брюле и про все прочее не это действительно штука тушку это я всегда там в кафе у себя говорю ребятам может покупаем бройлеров это же не домашние домашние дорого очень так вот этой штукой бройлера даже пройтись и бульон домашние как домашние становится да да хочешь чтобы тебя жена стала более домашней пройдись по ней горелка эпиляция гладенькая станет не воспринимайте всерьез ребят а то потом обвинят меня потому что я начал эту гадость говорить да что мы призываем с василием обжигать собственных жен понимаете не надо у нас тут всякие случаи в стране бывают но его к черту а маслицем мажем все таки это вот я сейчас такое размышляю думаю нужно что-то сюда такое сыра не охота клейкой до увлажняющие но если ты говоришь если сыр то сливочный мог бы быть теоретически здесь но в скандинавской версии да но в нашей фоне форшмак нашей стране это вызывает некоторая настороженность потому что у нас считается что вот молоко с селедкой расстройства типа бы это предрассудки кстати ничего не будет или соленый огурец там с молоком если совмещать в рамках одной трапезы то может потом быть расстройства в детстве значит я жил в деревне и отец в какой-то момент времени я и оперх поздний ребенок отцу было уже 48 когда родился и поэтому в осознанном возрасте ну хорошо 16 лет где-то да ему уже было там почти 60 и приторговали спиртом в деревне какой заработок алкаш немного но и в общем там копеечка какая-то прилипает и вот спирт всегда был разведешь его и у нас с отцом было уже в 16 лет значит я помогал иногда ритуал ритуал гости когда приходили к нам отец говорил доставал молока деревенского горил мы с сыном молоком запиваем спирт все таки да ты что алкоголь молоком запивать да ты что это ноги по носам оторвет он говорит нет смотри бык 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 молоком запил я тоже самое сделал сидим час проходит человек раз такой типа ну ничего же не происходит я тоже а смысл в том что когда ты это практикуешь твой желток привыкает а чужой человек не привыкает и вот до электрички вроде 10 минут здесь пройти вот по этой штуке но человек до электрички добежит такой ёшкин кот что делать а там электрички поле там же не деревьев ничего это станция и он обратно к заборам блин туда электричка одна ушла все он час сидит ждет только час дождался там процессы такие то как в электричку на 5 блины у нас конечно такая шутка хорошая была поесть хорошая шутка тоже проспект когда такой маленький стишок и он написал один мой приятель что спирт приставал к водке она ему четко мне пристаешь ты же разведенный а у тебя какие идеи не мне другая я покажу у меня другая идея у тебя там вот одно яйцо как раз осталось у меня возникла другая идея я сейчас попробую ее она гораздо проще а ты так внахлёст перри нахлёст чтобы я делаю чтобы не такой большой расход яйца был вот так да внутри ломтика на на бутер и килечку сверху оп мой любимый бутер утренний между прочим тоже масло без яйца масла просто ломтики кильки или просто кусочки селёдочного филе сверху посыпать луком и со сладким чаем ну тогда никуда не иду конечно потому что от тебя луком пахнет когда никуда не идут целоваться вот так вот хорошо а мне сейчас хочется сделать нигери из кильки ну можно попробовать да ты имеешь ввиду русские суши таки да какие-нибудь конечно а ты делай вторую я вот то есть сейчас возьму я хорошо сделаю два движения и попробуем сделать русский нигери огурец на те еще мне нет я как раз нарезал нормально ровно столько сколько надо вот это нахлёст огурца и яйца очень красиво смотрится так абсолютно естественно да спокойно и и как раз как правило может быть когда ты будешь кусать бутер то тебе будет попадать и то и другое и третье одновременно как бы у жванецкого если принять одновременно снотворное с ослабительным интересно какой получится эффект это тоже к вопросу о водке с молоком так с натворное с ослабительным да сюда да а я вот что хотела вот что мне пришло в голову сейчас мы тогда друг грешным делом и напрашивается вот таких бутербродов наделать я бы вообще знаешь как накрыл стол новогодний сайт с этой концепции я бы прямо на скатерть накрыл бы весь стол вот так вот этими бутерами только бы оставил место для тарелочек для стаканов и все больше ничего вообще ну может быть какие-нибудь голубцы на горячее там в духовке а вот тут только холодный стол вообще один все я вот что хочу сделать мне пришла идея в голову если взять яйцо разрезать его на четыре части дольками дольку положить вот так и сюда если покрупнее возьму кильку кто так плохо чистил кильку смотри что я хочу пришел в гости сейчас вот так хочу вот такой нигери сделать да как будто бы это рис яйцо и сейчас немножко чем-нибудь я не знаю допустим если сейчас чуть-чуть вот так прорежу я хочу вставить всякий мужчина всегда хочет что-нибудь да вот давай половинку ставить или половинку да кстати ты прав половинку она будет поставить либо изящие сюда вставить или просто положить уже наклеить теоретически здесь можно было шпажку на шпажка пройдет через желток она никакого никакой пользы нам давать не будет ночью руками взял вот да вот такой русский нигери собственно тоже это для тех кто не ест хлеба потому что наш не все хотят есть хлеб в стиле японского минимализма об хочу нормально огонь получились так ножки но у нас сценарий изменился это четвертая будет закуска не так она в рамках этой находятся я считаю что это одна и та же закуска но может он оппоненты ну может кому-то понравится больше я же ведь вася на этих новых компонентов по с этими нет здесь даже их меньше поэтому там где всегда в в ресторан щепка тебе знакомые когда в уфу езжу щепку когда я второй раз уже ехал к ним они говорят меню накидая игру какое минимум может быть если вы все равно заставите меня готовить только из той продуктовой матрицы которые у вас есть поэтому я говорю приеду посмотрю что у вас есть и сложу просто в другом порядке да и сейчас будет твоя третья идея до третьей деле за ранее знал поэтому зажег газ и сковородочка чуть пониже это сказано я накаляется я боюсь жарить и должен сам потому что ты тут знаешь тонкости я не знаю а ты даешь зеленый лук такими пятнышками прямо в эту лизунную массу да ну это омлетик будет да в летит такое совершенно я сюда еще каплю соевого соуса добавляет только хотел сказать вот и прямо ну было ну одинаково мыслим наверное что не посолить рыба у нас соленая а вот вкус придать этому всему какой другой для азиатского такого блинчика здесь еще не хватает еще капельки крахмала только картофельного чуть-чуть они бы он бывает я согласно закрепляет да я согласен чуть-чуть бывает что крахмала буквально следы так часто вот блинчики делают в китайцы я гляжу может там еще чего не хватает а ты пробовал такой перец черный мягкий не сушеный в соли ух ты тут уже одного запаха хватит понять что это круто и он по вкусу одной делает наши друзья тут какой-то же есть парень который возит специи из какой-то там страны божийский перец этого есть компотский да есть вот это красный который не сильно ферментированный а этот свежий и у него вкус другой я однажды вот эту ореховую нутеллу делал вафли с нутеллой и увидел сергея ежова и он мне как раз их пополам резал по две половинки и вот немножко вкрапление и ты когда ешь сладкую массу удалиться ухта в момент жарки прямо бросается рыба сейчас на сковороде я ее обрабатывать не хочу потому что она соленая уже я ее так сказать но это малосол не как мне никак не копченая 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 да это копченая значит что мы делаем вот сюда мы бросаем половинку и подворачиваем делаем такое чебурек все мы чебурек кладем сюда хорошее чебуречки да рыбка чуть-чуть нагреется и так вкус и и откроется да да главное и здесь на сковородке не жарить вот прилипла чуть-чуть что-то без масла но мы можем ее на другую перевернуть и чтобы чуть-чуть торчать будет нормально огурец тебе вот или ты хочешь на слайсере все равно нужна какая-то такая вот такая половинка как полумесяц ты хочешь под углом сделать вдоль разрежешь а потом потом нет под углом можно тоже главное делать это на самом низком огне для того чтобы они не поджаривались а просто стабилизировались ну да они фиксируются в зависимости от ведь не обязательно в теплом виде тоже с утра сделал на вечер конечно как это это блинчик который просто-напросто держит начинку закусончик то хороший в нашей стране вся еда это закуска собственно я думаю что еще можно завернуть такого плоского но лучше рыбы конечно ничего не придумаешь малосола да или как копченый все чуть перчик все с новым годом о вот как раз мне кажется что икра самая подходящая для того чтобы завершить это я тебе скажу что икра одинаково хорошо подойдет ко всем трём концепциями внутренне не будешь класть но все сюда тоже аналогично сюда логично и ну тут и так соленая есть и кронка хороша на огурье да она и рыбку подчеркнет и так как в омлете там особо соли нету только чуть-чуть соевого соуса для вкуса вот зачем я сегодня пообещал себе не пить а дурак старый раз за базар отвечу я сказал что если я не пью значит если не пью я думал будешь винить себя вечером как что ж такое не сдержал свои обещания многие так это самое себе позволяют типа я сам себе пообещал сам себе могу и нарушить это форель она на пробу на рынке оказалось менее соленая до всех но об на японскую значит здесь должно быть буквально минимально так да да какие-то две штучки но здесь это это кому-то жирная такая досталась я хочу вот это попробовать вначале пробуй мы же целый год например не пробовали ничего а потом мои подписчики начали напрягать такие типа почему ты не пробуешь пробуй пробуй и только редко я не понимаю что это дает подписчикам ну они же не могут чувствовать вкус через тебя все равно вот это знаешь чего начать профессионал профессиональный дегустатор я это очень вкусно мне пробовать вообще не надо мою еду я знаю какая она и пробовать совершенно верно многие люди говорят в гости когда я иду они говорят ой мы не знаем что готовить ты живут там профессионал чего-то я не профессионал я просто иду готовлю также каковы но свою то я знаю какая на вкус даже не пробуя а чужую всегда хоть попробовать а чужая интереснее потому что какой-то элемент неожиданности для тебя хоть там может быть походит даже без алкоголя они очень разные но тунец с каперсами я не знаю что это италия да чем остаться какой кухня у меня смесуазом угу в франции да я люблю жрать при людях когда они не жрут у нас жрут вы спрашивали людей как вот вы как бы относитесь к видео вы смотрите для того чтобы научиться вы смотрите просто для того чтобы посмотреть еще несколько вопросов и вот первое было место причем с небольшим отрывом научиться а второе место мы как телик вас просто зырим и все жрем что-нибудь и смотрим как телик так тоже по поводу телека и еды есть целая концепция еды в штатах называется тиви трей некий такой ассорти трей такой ты знаешь телевизор и что-то там ешь в связи с этим я однажды тиви тиви трей да я однажды в очереди стою в супермаркете ну кассе ну а в этот день футбол какой-то должен был быть из хороший матч какой-то там сборной россии что ли свою впереди меня мужчина выкладывает на ленту типичный набор болельщик там какой-то пивко в коробочке вот нарезочку могла копченой рыбки какие там чипсики дорогие что-то еще я понимаю что он вечером хочет сесть и посмотреть футбол ну а у нашей команды репутация это не очень туда его значит и он так это с любовью все выкладывали а я футболу я к футболу так знаешь абсолютно я так стою говорю ему говорю со спины не поможет а он так мне вот так с юмором ну почему же не поможет играть то не поможет и не помогло таки поэтому хороший анекдот есть на эту тему когда то же самое что мужчина ждет боксерского поединка он себе в течение недели покупает там какие-то вкусности каждый день что-то новенькое выискивать чтобы сесть а профессиональный босс сколько там раундов 9 12 долго и вот наконец наступает день че он садится перед телеком у него уже все знают журнальный столик накрыт и вот начинается бассерский поединок и он даже не успел гладить пиво 1 2 кладет в нокаут он говорит ну как же так я живу а жена ему так сзади получил ну теперь ты меня понимаешь ну ты знаешь я имею право сегодня считать себя зрителем потому что ты же если эти рецепты отдаешь значит зрители имеют право и готовить ты отдал поэтому я считаю потому что я имею право это взять тоже для себя при необходимости эти пришли фотоотчет своего стола новогоднего где вот это будет вот и я расскажу тебе как в меня это вошло и даже как из меня это вышло это важный элемент да конечно как бы глаза выходили из орбиты в момент или нет от счастья значит это ты знаешь по вкусу давай вот из этих вот чтоб тебе больше понравилось ну вот по 10-балльной шкале это больше моё вот это больше твоё а мне вот это зашло прям с копченой рыбой яйцо копченая рыба огурец и вот эта штука это как утренний омлет только в другой форме но я тебе скажу что тебе придется делать еще одну передачу уже без помощника так на тему здесь только рыба а ты должен сделать то же самое еще наверно с мясом с чем-то рыбное все и чем-то мясного надо на закуску дать ямычок какой-нибудь каким-то с каким-то выпендрежем какой-то гениальной идеи там до язык может я подумаю даже не ну какую-нибудь тоже сделать ассорти потому что это рыбная история нужно мясная сделать еще мясной ассорти раз несколько закусок с мясом спасибо за рекомендацию и обязательно воспользую надо 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 потому что троллей какой-нибудь из курочки сделать холодники там мы планируем декабрь прям подготовить людей к новому году подготовить наших друзей подготовить гостей зрителей если их еще не так много прибавится мы хотим прям декабрь весь наполнить новогодними блюдами девушки мне каждый год звонят девушки журналист очки говорят или ассортич ну что вы порекомендуете вот в эту новогоднюю ночь предстоящую готовить а девушек знаешь каждый год увольняют из этих журналов девочки там долго не задерживаться и семья новые в одном и том же журнале каждый год новая девочка поэтому они еще моей этой шутки не знают я каждый раз им говорил одно и то же а ты повторяешься и не паришься потому что сто процентов да потому что сто процентов но вы слушайте любите агатилия исакович ну что я это вы знаете в этом году в этом сезоне надо готовить манную кашу винегрет сразу девушке возникает вопрос почему потому что манная каша выходит легко винегрет красиво все больше ничего не надо у меня на этот счет также про рокеров почему рокеры водку запивают фантой красиво выходит до фонтана ребята забудьте все эти вот красные блюда манная каша и винегрет спасибо большое что ты меня здесь принял да я очень рад я думаю что мы еще увидимся где-нибудь в другом месте до свидания дорогие друзья все ждем нового года